Этим летом Легион 2 и Софрина встречаются уже в пятый раз. Статистика на стороне легионеров. В четвертьфинале Кубка Лиги 8 на 8 победа 2-1. В регулярном чемпионате 8 на 8 две победы 1-0 и 4-2. И лишь в первом круге первенства 11 на 11 они проиграли Софринсом, но технически. На поле вышел дисквалифицированный игрок и Легион получил регламент на 0-3. К слову, ту игру они тоже выиграли 2-1. В летнем сезоне 2017 года тоже две победы 1-0 и 2-1. Если брать текущую форму команд, то они являются соседями по турнирной таблице. Легион 2 идет на четвертом месте. Софрина замыкает пятерку. Количество побед одинаковое. По пять раз они брали верх над соперниками. Но легионеры набрали больше очков за счет ничейных результатов. Софринцы лишь раз согласились на мировую. Остальные встречи завершились поражениями. Несмотря на матч накануне, Легион 2 выглядел свежим. Они контролировали ход встречи, хотя к забитому мячу ближе были Софринцы. В штрафной площади Денис Крюков первым успел к мячу и был скошен защитником. Но свисток судьи промолчал. Даже зрители на трибунах, поддерживающие Легион, признали, что этот момент тянул на пенальти. В следующей же атаке легионеры вышли вперед. Вряд ли эпизод с Крюковым был определяющим в матче. Но заработанный пенальти наверняка бы добавил сил Софринцам в борьбе с неуступчивым соперником. Впрочем, несмотря на пропущенный гол, заводские не потеряли бодрости духа и продолжали искать счастье в атаке. Легион 2 под стать оппоненту также действовал зрело и рассудительно. Вскоре смог увеличить отрыв в счете. Об уверенности Легиона ярче всего скажет вот этот эпизод, где голкипер Ростислав Лаккуев обыгрывает нападающего прямо у себя в штрафной площади. Правда, иногда уверенность перерастает в самоуверенность, но об этом во втором тайме. Первая половина встречи прошла под диктовку легионеров, которые практически ничего не дали создать Софрина у своих ворот. После перерыва команда Константина Баркалова была вынуждена идти вперед и забивать. И без того не самая надежная защита, поднимаясь выше, оставляла за спиной огромные свободные пространства, куда раз за разом врывались быстрые игроки желто-синих. Буквально за считанные минуты Легион 2 создает несколько стопроцентных моментов, из которых реализует лишь один. Софринцы могли получить целую охапку голов, но опасность миновала, и они снова перехватили инициативу. Первый гол Дмитрия Панина слегка взбодрил Заводских, скрасив ощущения от провального матча. Тут же им удалось забить еще. Надежду на камбэк подарил вратарь Лаккуев, который так смело обыгрывал Софринского нападающего Дениса Моргунова в первом тайме. Играть буду я, я же не боюсь. Играть просто буду. Какая разница? За кого играть? Спортом? Задимайся. Молодец, Рус! Вот она, твой звездный час. Вместо 4-х или даже 5-ти ноль на табло теперь горит счет 3-2. Легионеры слегка паникуют, а Софринцы, окрыленные неожиданным успехом, пытаются устроить навал на ворота соперника и вырвать спасительную ничью. Правда, под словом «навал» действительно ожидалось большое скопление игроков впереди, дальние передачи в борьбу, а не розыгрыши мяча от вратаря, приводящие к подобным моментам. В самой концовке неугомонный Павел Чередниченко, не дожидаясь партнеров, выскочил на Андрея Бузовкина, но не смог переиграть вратаря в ближнем бою, и судья дал свисток об окончании матча. Легион-2 в очередной раз провел выходные ударно, получив 6 очков из 6 возможных. Сейчас у них всего один, балл отрыва от Красноармейска, который идет в таблице на третьем месте. Так что мечта о медалях жива. К тому же в 15-м туре легионеры и армейцы проведут очную встречу, в которой и решится судьба бронзового комплекта. У Софрина дела обстоят сложнее. Впереди два перенесенных матча с Кудринкой и Новой Деревней. Игры с ними же в рамках второго круга, плюс Малахит и Мамонтовка, с которой как раз и случилась та самая единственная ничья Софринцев в чемпионате. Прохождение этого этапа с минимальными потерями можно будет приравнять к настоящему спортивному подвигу.